Итак, мы приступаем к настройке расчетной модели. Как мы видим, что к нашей первой расчетной модели, которая состояла из доменного сплава в аппарате рабочего колеса, также добавились новые элементы, пока они у нас никак не обозначены в нашем проекте. И, собственно, никакие условия для них не заданы. Этим мы сейчас и займемся. Подобно тому, как в чисто газодинамическом расчете мы создавали с вами новый материал, генераторный газ, мы помним, что теперь у нас появилась твердая модель рабочего колеса, нам нужно будет задать с вами новый материал для твердотельного домена. Но прежде чем мы приступим к этому, нам нужно провести некоторые подготовительные процедуры. И первое, что нам необходимо сделать, это создать так называемые положительские функции. Для этого мы находим пункт User Function, добавляем новую функцию, называем ее C1. Это будет у нас функция для теплоемкости. И нам нужно провести следующие настройки. В данном меню нам необходимо задать значение, как теплоемкость будет изменяться от температуры. Для этого мы прописываем единицы измерения аргумента. Это у нас будет Цельсий. Дальше единицы измерения функции. То есть для теплоемкости это J, деленное на килограмм, умноженное на Цельсий. Тоже в квадратных скобках приписываем J умножить на килограмм. Но только здесь будет вот такая запись в степени минус 1, умноженное на Цельсий в степени минус 1. И теперь начинаем добавлять все вот эти вот значения. То есть в координате мы вписываем значение температуры, в значение value мы вписываем значение теплоемкости. И так для каждого значения температуры. То есть для каких-то материалов будет меньше данных, для каких-то больше. То есть все, которые у вас информация определенная в табличке, то вы и вносите в соответствующие поля. Поехали. Так. Так. Ну, если что-то внесли неправильно, здесь можно будет поправить. Давайте проверим все эти значения. И вот здесь нужно будет еще активировать опции Extend Minimum и Extend Maximum, чтобы у нас не возникало в дальнейшем ошибок. И добавляем вторую функцию, соответственно, функцию для теплопроводности. Назовем ее L1. И здесь тоже самое прописываем функции для аргумента и единицы измерения для функции. Для теплопроводности у нас будет Ватт, умноженное на метр в степени минус 1, умноженное, соответственно, на Цельсия. И здесь тоже активируем опции Extend Minimum и Maximum. И вводим все значения, которые у нас имеются для теплопроводности в табличку. Давайте проверим правильность введенных данных. А, и здесь забыли, что у нас Цельсия тоже в степени минус 1. И нажимаем OK. Готово. Это мы с вами создали так называемую пользовательскую функцию. А дальше нам нужно создать выражение, которое нам позволит эту функцию, то есть учитывать ее изменения от температуры. То есть выражение мы с вами умеем создавать. Мы делали это для степени понижения давления в турбине. И теперь нам нужно сделать следующее. Смотрите, создаем новую функцию. Выбираем из пользовательских функций, то есть начнем с C1. И нам нужно написать, что C1, она у нас зависит от температуры. Для удобства мы можем переименовать функцию. То есть только помните, что не могут называться одинаково, например, пользовательское выражение и функция. То есть вы должны задать похожие значения, но... Ну, можете задать, то есть для удобства похожие, но не одинаковые. Добавляем следующее функцию. То есть здесь мы можем сразу прописать какое-то имя. И точно так же правой кнопочкой Function User L1. И прописано, что L1, то есть теплопроводность у нас тоже зависит от температуры. И выбираем функцию. Обозначили данные выражения. И теперь мы уже можем приступать непосредственно к созданию материала. Точно так же это делается, как и в создании генераторного газа. Присваивается какое-то имя данному материалу. Обязательно здесь ставится галочка Thermodynamic State. То есть определяем, к чему у нас будет относиться. Ну, понятно, что там мы с вами добавляем твердотельный, твердый материал. Поэтому выбираем Solid. И дальше нам нужно будет прописать с вами свойства этого материала. Во-первых, это плотность. Она у нас тоже для всех материалов дана. И дальше необходимо активировать опции Specific Hit, Capacity и Transport Properties. Мы активируем опцию теплопроводности. И вот теперь вот в этих полях мы заведем те функции, которые мы с вами создали для теплоемкости и теплопроводности. Зажимаем кнопочку вот эту вот для выражения и просто с вами прописываем название функции, которые мы с вами выбрали для теплоемкости. И то же самое делаем для теплопроводности. Так, все. Здесь мы все свойства материала задали. Нажимаем ОК. Ну, в принципе, эта табличка нам все равно больше не нужна. Дальше, что нам нужно сделать? Точно так же, как мы с вами в газодинамическом расчете выделяли домены сеплового аппарата, рабочего колеса, нам нужно создать с вами четыре новых домена. То есть это каждый из доменов, который определяет полости. Домен для полки и домен для, соответственно, самого колеса. Здесь порядок точно такой же. При добавлении новых доменов начнем мы с вами с полостей полки и затем перейдем к колесу. Добавляем новый домен. Так, в принципе, можно даже начать с левой полости. Дальше указываем расположение полости. Смотрите, здесь нам не нужно задавать материалы, не нужно задавать модели. Единственное, что здесь нам нужно с вами поменять, что данный домен у нас не вращается, он стационарный. Дальше добавляем правую полость. То есть мы также указываем ее расположение. Здесь уже ничего менять не нужно, но также у нас с вами является неподвижной областью. Дальше переходим к добавлению домена полки. Здесь ничего, в принципе, нового у нас с вами не появилось. И теперь мы переходим к добавлению домена рабочего колеса. Начало точно такое же. Вводим имя. И вот здесь вот мы, естественно, сначала определяем положение. А также нам нужно обязательно будет поменять тип этого домена с fluid на solid. И точно так же, как и для других доменов, нам нужно указать материал, тот, который мы только что с вами создали. Дальше. Колесо у нас является вращающимся доменом. Здесь задаем, естественно, ту же самую угловую скорость, которую мы задавали в газодинамическом расчете для домена рабочего колеса. Опять же, не забудьте поменять единицы измерения не в радианах в секунду, а в оборотах в минуту. И не забудьте правильно указать ось. Это будет у нас ось Х. И нажимаем ОК. То есть таким образом у нас добавились с вами 4 домена. И теперь, как и в газодинамическом расчете, нам нужно в доменах с вами будет выделить какие-то характерные границы. И также нужно будет создать интерфейсы для взаимодействия между всеми доменами. Итак, мы переходим к наименованию, то есть выделению характерных границ и заданию специальных граничных условий для данных границ. Значит, начнем с левой полости. Добавляем границу. Первая граница будет называться Inlet Сократим просто название левых и правых клостей до L и R. Здесь нам нужно указать расположение данной границы. Вот здесь будет располагаться. Тип Inlet И дальше нужно задать параметры для данной границы. Мы будем задавать статическое давление и статическую температуру. В вашем задании они будут точно такие же, 15,5 мегапаскаль, я добавлю ему. Ну, или можно задавать паскаль, в принципе, как вам удобно. И статическая температура 373 келлина. Также не забудьте здесь поменять опцию Flow Directions, Zero Gradient на нормал-погломер, чтобы у нас поток уходил нормально к поверхности. И нажимаем ОК. Обозначились тоже здесь стрелочки, показывающие нам входную границу. Следующая граница, которая будет относиться к левой полости. Левая полость, статер. Это у нас будет непроницаемая стенка, то есть здесь выбираем Wall. И, соответственно, выбираем здесь название Stater Left, то, которое мы с вами обозначали на этапе создания сетки. Следующая граница у нас будет данная область, это ротор. Снова это у нас с вами будет стенка. Выбираем здесь Left Rotor. Ну и, соответственно, поскольку мы говорим, что это роторная часть, нам с вами нужно будет задать вращение для этой границы. Активируем опцию Wall Velocity. И мы будем задавать с помощью частоты вращения точно так же. То есть выбираем опцию Rotating Wall. И задаем здесь точно такую же частоту вращения, как и для домена рабочего колеса, как и для домена колеса. То есть те же самые обороты. И не забывайте правильно определять ось вращения. Дальше переходим к домену полки. Здесь у нас будет граница, которая будет называться полка, статор. И, соответственно, это тоже у нас стенка. И выбираем вот эту границу, статор, полка. И дальше мы переходим к правой полости. Здесь у нас будет псевдовыходная граница. Ну, на самом деле, мы для нее никаких данных задавать не будем. Это просто у нас будет с вами стенка. И нам нужно будет указать вот эту границу. Так, дальше мы переходим с вами к статорной части в правой полости. Здесь у нас еще с вами должна быть граница, которая будет называться. Вал. Ну, видим, что у нас определился тоже автоматически. Это у нас с вами стенка. Ну, поскольку эта граница относится к валу, мы точно так же должны задать для нее вращение. Так, с границами, выделением на границ мы закончили. Дальше мы будем переходить к заданию интерфейсов. Сначала мы с вами зададим интерфейсы, которые нам уже с вами, в принципе, знакомы. Интерфейсы периодичности для флюид-доменов. А вообще нам с вами затем нужно будет задать интерфейсы, которые будут передавать информацию между доменами жидкости. То есть это между полкой и рабочим колесом справа и слева. И точно так же между полостями и рабочим колесом, слева и справа. Соответственно, переходим в меню интерфейсов. И начинаем задавать границы периодичности. Первый интерфейс будет называться И соответственно, мы здесь будем задавать границы периодичности для левой полости. Поэтому мы выбираем, где латковичи. Ну и соответственно, нам нужно выбрать вход в переднюю и заднюю границы, где у нас будут наложены условия периодичности на данный домен. Ну поскольку это у нас условия периодичности, значит здесь нам нужно выбрать опцию rotation в периодичности и правильно задать ось вращениях. Точно такую же процедуру мы проделываем с полкой. То есть здесь мы тоже выбираем в виде домены полки. Ну и тоже вручную будем указывать границы, которые будут соответствовать границе периодичности. Тоже. Это еще на Proficy и ось X. И последнее в доменах жидкости, что нам нужно сделать, это соответственно, задать границы периодичности для правой полости. Добавляем здесь правую полость. Указываем. Границы, опция доточного периодичности и ось X. Все. Для доменов жидкости границы периодичности у нас с вами заданы. Теперь мы будем создавать интерфейсы, которые будут отвечать за передачу информации между доменами жидкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова